Я иногда восхищаюсь, правда, находчивостью мужской. Значит, смотри, есть девочка у меня одна знакомая. Она, ее родители устроили в МГУ, она немножко туповатая, но вот эти губы, все у нее сделано. В МГУ, значит, учатся там на журналист абсолютно. И мы, значит, встретились там в кафе. Она же не поймет, когда ты посмотрел, такая. Не про меня. Я же имя не назвала. Настя. Вот. Нет, нет, нет. Нет, я смотри. Она, знаешь, что говорит? Она говорит, она ей так, она сейчас с парнем встречаться, он ей сильно нравился. И, видимо, парню нравилось это все, ну вот именно меня. И она говорит, она пошла на курсы, прошла их, и она говорит, я просто хочу, чтобы он меня так любил, я прям хочу научиться делать так, и потом сделать, чтобы он просто охренел. Потому что этим можно привязать, как оказывается. И она говорит, поэтому я пошла на курсы, и дальше, слушайте, важный момент. Важный момент. Она говорит, я когда все это прошла, она говорит, ну мы же там на резиновых тренируемся. Она говорит, я звоню своему другу, говорю ему. Я резиновый? Она говорит, Олег, Олег, ты мой друг, ты мой друг. Я не могу с парнем ошибиться потом, потому что я его люблю. Давай я приеду, ты чисто по технике посмотришь, без всякого, чисто по технике. Как друг, скажешь, где не так поправить. Олег, естественно, говорит, шампанское уже налит. Зай, ты не видишь взгляды мужиков в зале, которые такие, почему я не Олег? И самое забавное, что Олег оказался восхитительным человеком. Потому что знаешь, сколько она ему насасывала? Две недели. Были ошибки. После каждого раза были ошибки. Вот ты прикинь-то.